МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. На 12-м канале Час новостей. В студии Сергей Лесков. В этом выпуске. Омск и Казахстан обновили формат сотрудничества. Стали известны первые итоги работы омской делегации на международном форуме в Челябинске. Дошли до самого верха. Десантники, пострадавшие при обрушении казармы, в Светлом попали на прием в главе Следственного комитета России. Научат уважать пешеходов. Сегодня вступают поправки к правилам дорожного движения. Насколько выросли штрафы за нарушение. И сорвал джекпот. Почта России разыскивает счастливчика, выигравшего самый большой приз в истории российских лотерей. Омские регионы Североказахстанской области обновили формат взаимодействия. На 14-м форуме Межрегионального сотрудничества России и Казахстана Александр Бурков и Кумар Аксакалов подписали дополнительное соглашение к уже действующему документу, в котором конкретизировали сроки реализации совместных проектов. Территории намерены максимально использовать конкурентные преимущества добрососедства для дальнейшего экономического роста высокотехнологичных и несырьевых отраслей торгово-экономической, гуманитарной и других сфер. Предусмотрен обмен информацией об инновационных и инвест-проектах, проведении научных исследований, торгово-экономических миссий, привлечении промышленных предприятий Североказахстанской области к участию в Сибирском промышленном инновационном форуме в Омске в 2018 году. В Челябинске на протяжении двух дней работала съемочная группа 12-го канала. Слово Юлии Кавышиной. Ключевое событие форума – это встреча глав двух государств – Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Однако еще до начала этой встречи, в первой половине дня, на площадке форума прошло множество важных переговоров. В частности, состоялось заседание Российско-казахстанского делового совета. Оно было посвящено роли бизнеса в развитии человеческого капитала. Говорили о том, как сделать так, чтобы работодатели не чувствовали нехватку кадров, а выпускники вузов четко знали, куда идти после обучения. Также представители Министерства экономического развития обсудили перспективы трансграничного межрегионального сотрудничества, и в частности, развития туризма между Россией и Казахстаном. И очень актуальное обсуждение состоялось во время панельной сессии с участием министров связи и коммуникации на тему развития цифровой экономики. Активное участие в форуме принял временно исполняющий обязанности губернатор Омской области Александр Бурков. Он возглавил работу нашей делегации. Омский регион и соседнее государство связывают очень крепкие и давние отношения. Вот сегодня был подписан документ, который дополняет уже действующее соглашение между Омской областью и Акиматом Северо-Казахстанской области. В частности, этот документ устанавливает конкретные сроки реализации совместных проектов в экономике, торговле, науке, образовании и многих других сферах. Я считаю, нужно сегодня говорить о создании трансграничных кластеров. Это процесс кооперации инвестиционной, научно-производственной и образовательной. И нам есть что предложить, есть что показать. У нас действуют сегодня с вами два кластера. Один нефтегазовый, другой агробиотехнологический. И исходя из опыта, вот этой экономической модели, мы можем предложить Казахстану создание межграничного кластера. Главное, что мы получаем, это высокую глубину переработки продукции. И более того, у них есть своя компетенция. Мы видим даже, если брать агробиологию в Казахстане и брать, допустим, нефтехимию, у них там заказ составляет порядка 250 миллиардов долларов. То есть они сегодня готовы к этому. То есть у них есть и компетенции, и есть инвестиции. Поэтому если объединить наши усилия, наш опыт кластерной работы и их капитал, и их технологии, мы можем сделать совместные общие проекты, которые приведут, во-первых, к увеличению занятости на приграничных территориях и к созданию уже более высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Владимир Путин и Нурсултан Азербайд подписали совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. И вот что президенты сказали в своих выступлениях. Между субъектами Российской Федерации и областями Казахстана уже действует порядка 400 соглашений о сотрудничестве. В ходе нынешнего форума также будет подписан солидный пакет межрегиональных документов, в том числе между Башкортостаном, Челябинской, Свердловской, Омской областями России и Павлодарской, Североказахстанской, Западно-Казахстанской и Кустанайской областями Казахстана. Россия и Казахстан стратегические партнёры, союзники. Наши государства развивают отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Мы проводим сегодня 14-й форум межрегионального соотсуженничества между нашими странами. Это стало неотъемлемой и важной частью наших отношений. Наши регионы стали ближе к друг другу, проходят встречи руководителей регионов, проводятся различные экономические, культурные мероприятия. Они наполняют реальным содержанием наш основной договор между Россией и Казахстаном о дружбе, сотрудничестве, обращенной в 21-й век. 14-й форум межрегионального сотрудничества завершён. Он подчерёдно проходит каждый год в двух государствах. В 2018 году разговор о том, как и по каким направлениям будут развиваться отношения России и Казахстана, состоится на территории соседнего государства. Ну а в 2019-м не исключено, что российско-казахстанский форум пройдёт в Омске. И временно исполняющий обязанности губерната Александр Бурков, по крайней мере, сказал, что с такой инициативой может выступить и здесь. Юлия Ковыршина, Александр Саражин из Чулябинска. Александр Бурков стал лидером медиарейтинга глав сибирских регионов. За первый месяц работы на посту главы Омского региона занял шестую строчку в общероссийском списке. Компания «Медиалогия» опубликовала результаты исследования по итогам прошлого месяца. Такой взлёт в рейтинге, по мнению экспертов, Александру Буркову обеспечила плодотворная работа в новой должности. С первых дней новый руководитель области начал разбираться в сложных проблемах региона, решать наиболее острые вопросы. Так, после вмешательства в проблему невыплаты зарплат коллективу компании «Мостовик», его работники, наконец, стали получать деньги. Также по поручению Александра Буркова начали активно решать проблему незаконной вырубки леса в северных районах области. В эти минуты в Омском горсовете представляют проект бюджета на 2018 год. Вице-мэры Напорыгина презентуют проект главного финансового документа города на следующий год. Затем своего мнения выскажут и простые мечи. По ключевым направлениям развития территории выступят руководители профильных департаментов мэрии. Заключение по сформированному документу и своей рекомендации также даст руководство контрольно-счетной палаты Омска. На слушаниях присутствуют депутаты законодательного собрания, представители надзорных органов, почетные граждане и общественники. О том, на какие цели будут расходоваться бюджетные средства в следующем году, более подробно расскажем в следующих выпусках новостей. После визита омской делегации глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, по какой причине затянулось расследование уголовного дела по факту обрушения казармы в 242-м учебном центре ВДВ. Удовольствовав ходом расследования и своими опасениями на личном приеме граждан в Москве поделились пострадавший при обрушении казармы десантник, жена и мать погибших солдат-срочников, а также адвокат потерпевших. По их данным, ознакомление с материалами расследования начнется в лучшем случае в середине следующего года и может продлиться как минимум год. Больше месяца займет работа военной прокуратуры, а на сам суд уйдет от полутора до двух лет. Таким образом, к моменту вынесения приговора может пройти более шести лет. Визитеры заступились из-за бывшего начальника учебного центра Олега Пономарева и его заместителя по тылу Владислава Пархоменко, являющихся фигурантами уголовного дела. К слову, конкретных решений Александр Бастрыкин пока не принял. Он поручил изучить озвученные доводы и пообещал лично проконтролировать этот процесс. Сенсорные столы, экраны, лайтбоксы и кинотеатры в областном экспоцентре завершается техническое оснащение исторического парка «Россия. Моя история. Омская область». Уже через неделю здесь состоится торжественная церемония открытия. С помощью современных технологий создатели мультимедийной выставки сделали все, чтобы путешествие по страницам российской истории было увлекательным и максимально интересным как для детей, так и для взрослых. Напомню, проект «Россия. Моя история» стартовал в 2013 году в Москве. За это время создано несколько экспозиций, посвященных истории Отечества. Романовы, Рюриковичи, Великая Победа и другие. Мультимедийные выставки уже работают в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополье, Якутске, Махачкале, Самаре пользуются большой популярностью у посетителей. Сегодня отступает в силу закон о повышении штрафа для водителей, которые не пропустили пешехода. Мечей, не уступивших дорогу на зебрах, будут штрафовать не на 1500 рублей, как раньше, а на 2500. Таким образом, в госавтоинспекции надеются снизить количество ДТП с участием пешеходов. Новшество касается только нерегулируемых переходов, где нет светофоров. Если автомобилист нарушит правила впервые, то ограничится минимальной суммой 1500, но если в течение года он уже допускал подобные нарушения, то получит по максимуму 2500 рублей. Омские полицейские сегодня принимают поздравления. 10 ноября, день сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником «Стражи порядка» поздравили глава региона Александр Бурков и председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский. Цитирую. «Ваша работа требует мужества, самообладания и готовности прийти на помощь всем, кто нуждается в помощи. Вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. За каждым раскрытым преступлением ваш профессионализм, решительность и отвага. У нас с вами общая цель, чтобы каждый омид чувствовал себя защищенным. Региональные власти готовы впредь содействовать вам по всем направлениям вашей работы. Благодарим вас за бростовестную службу и желаем благополучия и успехов». Конец цитаты. «Сорвал джекпот Почта России разыскивает своего клиента, который выиграл в государственной лотерее больше 500 миллионов рублей. По сообщению пресс-службы компании, неизвестный счастливчик в одном из отделений связи Воронежской области приобрел билет, который оказался выигрышным. Однако новоявленный миллионер до сих пор не объявился и не обращался за выигрышем. Добавлю, что это самый крупный выигрыш в истории российских лотерей. До этого максимальная сумма выплат составляла 364 миллиона рублей. Ее обладателем стал житель Сочи, который в мае этого года купил билет всего за 700 рублей. Юные мячи поборются за именную премию губернатора. Сегодня в Омске состоится финальный этап регионального слета способной и талантливой молодежи «Наше будущее». В него вошли больше сотни школьников из 22 районов, показавшие самые высокие результаты в области краеведения, фотомастерства, компьютерных технологий, спорта и искусства. Победители выберут в 12 номинациях. Им придется представить творческие проекты, принять участие в дискуссии по заявленной теме. Десяток лучших смогут претендовать на соискание премии губернатора Ромской области по поддержке талантливой молодежи. И последнее. Мячи ждут по зимнему морозные. Выходные синоптики спрогнозировали резкое похолодание. Понижаться столбики термометров начнут уже сегодня. К вечеру температура воздуха составит минус 7 градусов. А вот в субботу обещают и вовсе 15 мороза. Впрочем, по словам специалистов, такое резкое понижение температуры осени значит, что в регион окончательно пришла зима. На следующей неделе вновь ожидается потепление. При этом дневная температура воздуха повысится до плюсовых значений. После короткой рекламы прогноз погоды более подробный. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест Акция при покупке металлочерепицы. Конек и саморезы бесплатно. Евроокно Стандарт Окна для вашего дома 700 007 Сохранять подвижный образ жизни и молодость кожи нам помогает Крем Рефарм. Покупайте в сети ортопедических салонов Артека в аптеках Мелодия Здоровья и на сайте аптека.ру За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены. Сосиски молочные особые 1 килограмм 199 рублей. Сельдь специального посола Балтийский берег 650 грамм 105 рублей. Фарш цыпленка бройлера 103 рубля за килограмм. Низкоцен на Зевайевске наш любимый магазин. Адрес точно тот. А вход? Двагис покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. Двагис если быть точным работает оффлайн. В паралимпийском спорте у каждого своя история. Каждый спортсмен прошел через какие-то там трудности, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми. Но такие же, как и вы, те же самые возможности есть и у вас. Не забывайте все время что-то делать для окружающих вас людей, потому что они тоже нуждаются в теплоте, заботе, внимании и поддержке. Государственная программа Омской области доступная среда. И о погоде сегодня 10 ноября по области снег. Температура воздуха днем до 9 градусов ниже нуля. В Омске также пройдет снег. Столбик термометров покажет минус 5 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. Далее смотрите программу Правдом. Увидимся в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин